Здравствуйте! Сегодня хочу ответить на ваши вопросы и рассказать о методах обезболивания. Во-первых, мы начнем с того, что одним из самых часто используемых методов обезболивания являются таблетированные формы препаратов, и это наша группа, которая называется нестероидные противовоспалительные средства. Болит спина, болят суставы, любая боль, какая не возникала бы в нашем организме, первое, что назначают в наших больницах, в наших поликлиниках, это нестероидные противовоспалительные. Пациенту не объясняется, что нужно правильно лечиться, нужно соблюдать определенные нормы, делать определенную профилактику, что лечение оно из различных ступеней, что огромное количество методик, которые применяются в лечении позвоночника, в лечении суставов, это такой мультидисциплинарный подход, и что одним препаратом, который снимает боль, купирует ее полностью, не справится с этим состоянием. И это даже не лечение, если можно так сказать, как правило, назначение нестероидных противовоспалительных, это временный определенный эффект. Когда это хроническое тяжелое состояние, мы убираем в нашу клинику наши симптомы, и нам кажется, что мы выздоровели, чувствуем себя намного лучше, легче, и проблема отступила, все, мы выздоровели. На самом деле, все не так. Не хочу сегодня говорить о том, что длительный прием нестероидных противовоспалительных это риск со стороны желудочно-кишечного тракта, это риск патологии других органов. Что могу действительно сказать, и что, как правило, никто не говорит в своих видеороликах в интернете, и об этом, как правило, не всегда рассказывают, это то, что высок риск рака почек. Совсем недавно читал очень интересное исследование, в котором говорится о том, что если пациент будет принимать нестероидное противовоспалительное в течение 10 лет, риск рака почек увеличивается в 3 раза. Что интересно в этом исследовании, нет определенных сносок на то, что один препарат более вреден, а второй менее вреден. Единственное, что оговаривается, что не такие высокие риски при приеме нестероидного противовоспалительного препарата, который называется аспирин. Надеюсь, сегодня у меня получилось вас убедить в том, что не стоит принимать очень длительно обезболивающие противовоспалительные препараты, что вы должны знать, что существует всегда несколько механизмов и различных вариантов для того, чтобы справиться с вашей болью. И лечение, оно не заключается в том, чтобы найти эту чудо-таблеточку, принимать ее и считать, что вы лечитесь и все хорошо. Все-таки всегда нужно прибегать к такому многокомпонентному лечению. Мультидисциплинарный подход, влияние и помощь различных специалистов. Только это приведет действительно к какому-то успеху при патологии позвоночника, при патологии суставов. Есть определенные нормы и временные промежутки в рекомендациях, согласно которым мы назначаем нестероидные противовоспалительные. Обязательно нужно их соблюдать и лечиться необходимо правильно. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео, и ставьте класс. Всем спасибо, всем пока.